Всех приветствую на моем канале. В ближайшее время состоится официальная премьера наследника легендарного УАЗа 469. Им станет небронированная версия армейского внедорожника ВПК Стрела, который был представлен несколько лет назад. Гражданская версия автомобиля будет иметь отличия как в экстерьере, так и в интерьере. Машина должна в полной мере заменить старый проверенный УАЗ 469 и УАЗ Хантер в народном хозяйстве. 469 УАЗ выпускается аж с 1972 года и уже успел морально устареть. Замена внедорожнику требуется достаточно давно и вот сейчас она подоспела. Внешне от бронированной стрелы новинка отличается очень сильно. Ее дизайн куда ближе к американскому Jeep Wrangler. Добавляют сходство, характерная радиаторная решетка, а также решение фар расположенных над крыльями. В профиль также заметно сходство между двумя моделями. Сзади же новинка напоминает мне американский же Hummer H2 и H3. В общем дизайн трудно назвать оригинальным, но в то же время он смотрится очень брутально и привлекательно. Российским покупателям такой экстерьер наверняка придется по вкусу. Машину с подобным обликом на дорогах будут уважать, а это может стать решающим фактором при покупке для очень и очень многих. Непосредственно дизайном автомобиля занимались студенты пяти ведущих вузов России. При этом, как заявляют сами разработчики автомобиля, они вдохновляют дизайном не американцев, а российского Урала. Внедорожник будет оснащен полностью светодиодной передней и задней оптикой. Передние фары обрамляют кольца дневных ходовых огней. Решение похожее на оное у Гелендвагена. Длина УАЗ-стрела составляет 5090 мм, ширина 2300 а высота 1995 мм. Интерьер нового автомобиля пока что не засветился, но уже можно сказать точно, что он будет заметно отличаться от армейского парообраза. Все же при гражданской эксплуатации требуется гораздо больше комфорта. Здесь мы должны увидеть гораздо больше пластика и меньше голого металла. Кроме того, внедорожник должен получить большое число самых разнообразных опций, включая средства активной и пассивной безопасности. В базе должно быть две подушки безопасности. Кроме того, у машины будут системы ABS и ESP. Появится и полноценная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Среди других актуальных опций – многозонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, руля и всех сидений. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru – это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. По технической части новинка будет широко унифицирована с грядущим ГАЗ Соболем НН, изображения которого появились в сети несколько месяцев назад. В основе внедорожника будет лежать мощная и выносливая рама. Сама конструкция рамы лестничного типа, а лонжероны состоят из пяти секций, соединенных сваркой. Поперечины же соединены с лонжеронами и сваркой и болтовыми креплениями, так как для проведения регламентных и тяжелых ремонтных работ некоторые из них придется демонтировать. Передняя подвеска будет независимой, сзади же внедорожник получит неразрезной мост. Стрела будет оснащаться системой полного привода типа PadTime, жестко подключаемой передней осью. Заявленная снаряжная масса составляет 2700 кг, а полная 3,5 тонны. Для управления внедорожником будет достаточно прав в категории B. В качестве двигателя машина получит хорошо известный и проверенный дизель Cummins ISF, который уже устанавливается на Газели. Последний развивает 157 шлейных сил при 3000 оборотах и 330 Нм. В качестве трансмиссии идет новейшая шестиступенчатая механика производства Горьковского автомобильного завода. Последний с недавнего времени устанавливается на новую модель Gazelle NN, премьера которой состоялась в мае текущего года. По заявлениям разработчиков, максимальная скорость внедорожника должна составлять не менее 120 км в час. Как заявляет руководитель проекта, на разработку первых прототипов внедорожника ушло менее 8 месяцев. Первый образец изготовлен с использованием обходных мелкосерийных технологий. При этом, так как объем выпуска будущего серийного автомобиля до сих пор не ясен, разработчики заведомо спроектировали машину таким образом, чтобы ее рентабельно было выпускать относительно маленькими партиями. При этом в производстве автомобиля будет использоваться лазерная резка и гибкая на станке с ЧПУ, а также сварка. Самое главное, что удастся обойтись без изготовления дорогостоящих штампов. По оценкам разработчиков, в год может выпускаться около 10 тысяч подобных автомобилей. А помимо версии с цельнометаллическим кузовом, в будущем должны появиться модификации типа пикап, а также с открытой грузовой платформой. Серийная сборка Стрелы может быть налажена на мощностях ВПК в Разомасе, а для продажи автомобилей частным клиентам может быть задействована дилерская сеть Горьковского автомобильного завода. О ценах пока что говорить рано, но очевидно, что серийная машина должна стоить не дороже 2 миллионов рублей, ведь в противном случае она станет просто неконкурентоспособной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новый российский внедорожник ВПК Стрела? Сможет ли он стать достойным наследником легендарного УАЗа 469? Рассмотрели бы вы для себя покупку подобного автомобиля? А если нет, то почему? Ну и конечно, обязательно напишите, градитесь ли вы России и ее достижениями. На данный момент это вся информация о новинке. Как только появятся новые светенья, я немедленно запишу видео и расскажу о них, поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получить уведомление о выходе нового выпуска. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках.